Добрый день, коллеги! Кто не знает, меня зовут Каратин Леонид, я менеджер по продукции видеоконференц-связь компании PIMATICA. Вместе со мной вебинар будет вести, наверное, всем известный Дмитрий Балашов, заместитель технического директора, один из наших главных экспертов ОКС. Название вебинара такое немножко шутливое, но, тем не менее, оно, наверное, хорошо отражает то, что сейчас происходит на рынке. Наверное, многие из вас почувствовали, что январь и февраль, традиционно немножко сонные такие месяцы, совсем не похожи в этом году сами на себя. Очень много запросов, очень много активности, и такое ощущение, что четвертый квартал, он плавно продолжается в первом. Аналогичная картина и с проектами по видеоконференц-связи. Очень много запросов, разных, больших и маленьких. Думаю, что у вас тоже похожая картина. И мы, когда вот с коллегами обсуждали, что же нам говорить на вебинаре про видеоконференц-связь, выяснилось, что в один вебинар мы вряд ли уложимся. Слишком тема большая, много разных вопросов, разных аспектов. Ну вот, решили с чего-то начать. Начнем мы, наверное, больше с обзора той линейки, которая у нас есть. То есть начнем вот от железа, плавно перейдем к тому, как на этом, скажем так, зарабатывать деньги. Как вот это все, то прекрасное, что сейчас есть у Айлинка, и то, что будет появляться в ближайшее время, как это все монетизировать. Коснемся сегодня четырех таких основных вопросов. Это напомним присутствующему, напомним коллегам, что у нас сейчас есть, какая актуальная линейка присутствует, доступна к заказу, доступна к покупке на склад, доступна для того, чтобы прописывать их в текущих актуальных проектах. Посмотрим, какие типовые решения можно сложить из, собственно, вот этих вот моделей. Какая у них стоимость, как их предлагать заказчику. Поговорим немножко об интеграционных решениях, о возможности Айлинка участвовать в каких-то проектах, которые нельзя назвать типовыми, которые делаются индивидуально под потребности заказчика. Ну и немножко поговорим в конце, как вишенка на торте, о ближайшем светлом будущем. То есть о тех продуктах, на наш взгляд, мега интересных, которые Айлинк планирует выпустить в этом году. Скажем так, ближайший квартал. Ну что, поехали. Начав заниматься продукцией Айлинк, компания Айлинк сразу установила для себя, что развивая это направление, оно будет развиваться не бессистемно, а туда в основу будут заложены некие такие базовые ценности. Причем базовые ценности, понятно, откуда они взялись. Они были проверены опытом из того успеха, который принес компании Айлинк, скажем так, телефонное направление. Понятно, что этих ценностей много, они, в общем-то, все важны, но вот сумма их дает достаточно прочный фундамент и уверенный взгляд в завтрашний день. Иными словами, Айлинк – это не случайный производитель ВКСа. Понятно уже, что он взялся всерьез и надолго и твердо намерен стать здесь одним из мировых лидеров. Что у нас сейчас есть? У нас сейчас есть продукция для группового использования и для персонального использования. Групповые ВКС. Что это такое? Под этим термином мы подразумеваем те продукты, которые устанавливаются, ну, как правило, в переговорных комнатах и созданы для того, чтобы в эфир, в телемост выходила сразу группа сотрудников, сидящих в режиме такого вот онлайн-совещания в нескольких удаленных локациях. Вторая такая важная достаточно группа – это персональные системы видеоконференц-связи, которые позволяют работать полноценно во время этих совещаний, как со своего рабочего места, в силу каких-то причин сотрудник не может подойти в переговорную, работает из своего кабинета, либо работает удаленно из дома, либо находятся где-то в командировке или в отпуске, например. И чтобы поработать, тоже поучаствовать в совещании. Это все есть у нас, все эти решения можно сделать на базе продукции Ярин. Если говорить о применениях, о том, какие, скажем так, типовые задачи, типовые объекты можно снастить у заказчика с помощью нашей продукции, то есть это вот тот же предыдущий слайд, только немножко с другой точки зрения. Мы можем уже сейчас взяться за оснащение, скажем так, главных офисов или тех переговорных комнат, где собирается такое среднее или большое количество народу. Чуть подробнее по поводу того, что мы понимаем под средним и большим, там будут дальше отдельные слайды. У нас есть решения для малых переговорных комнат. Опять же, покажем картинку, расскажем, что мы понимаем под малыми переговорными. Ну, есть персональные терминалы и софтвердные решения, о которых я уже говорю. При этом наша продукция легко, практически бесшовно, беспроблемно интегрируется как с облачными системами видеоконференц-связи, так и с MCU, с серверами многоточечных конференций от других производителей. Ну, тут на слайде мы специально вместили 4 логотипа. Это 4 российских компаний, которые сейчас, наверное, самые известные на рынке. И очень активно они работают в плане, ну, скажем так, того самого импортозамещения. Сильно очень шатают позиции лидеров этого рынка, плекома, циска. Собственно, наверное, осуществляют то самое импортозамещение не на словах, не на декларациях, а на деле. Достаточно большое уже количество заказчиков, оно сейчас озадачено следующим вопросом. Вот я жил в полгомочной поликоме, там или на циска. У меня была выращена солидная достаточно инфраструктура, но денег нет. Сейчас денег нет почти от слова совсем. На что же мне переходить? Какое железо я должен покупать? Будут ли у меня проблемы с интеграцией нофт приобретенного железа со старой инфраструктурой? И ровно такие же вопросы возникают в отношении МСЮ? Ну, с нами проблем нет. Мы со всеми совместимы. Картинку мы, опять же, потом покажем. Точно так же и вот, собственно, происходит сейчас с МСЮ. То есть, иными словами, сейчас платформы архитектуры становятся максимально открытыми и максимально приближаются к тому, что можно назвать стандартным типовым решением. Вот эта мистика относительно ВКС, что это дорого, сложно, непонятно, и покупать надо только очень дорогое и у очень больших компаний, она сейчас, вот эта вся слуха потихонечку слетает. Эта идея доходит до конечных заказчиков, до лиц, принимающих решения. И, в общем, наверное, можно сказать, что нас ждет очень интересное и веселое время. Радостное, скажем. Просто радостное время. Я бы хотел добавить к словам Леонида, что здесь цифры 1 и 2, они на слайде не случайно. На данный момент видится два пути развития инфраструктуры ВКС в компании. То есть, заранее, при еще продумывании, при планировании вашей структуры, надо понимать, насколько велик потенциал. Если вы планируете ограничиться восьми точками в этой структуре, то можно всю архитектуру выстроить на оборудовании и программном стечении Ялинг. Если вы уже сейчас сразу понимаете, что точек может быть гораздо больше, 10, 20, 30, ну, наверное, есть смысл тогда подумать сразу уже о программном сервере с одним из перечисленных вендоров, про которых говорил Леонид. Но, опять же, за счет вот этой совместимости, про которую Леонид уже сказал, ничто не мешает уже выращенную структуру из аппаратных кодеков потом, впоследствии, со временем совместить, объединить с программными серверами ВКС. Возможно, так будет. Наша линейка терминалов на этом слайде, показан диапазон цен. Сразу хочу предупредить, что цены сегодняшнего дня, ну, там, завтрашнего, будут поменены на сайте, будут поменены в прайс-листах. Это связано с общим изменением прайс-листа Ялинга. Изменения, самые главные, коснулись розничных цен, то есть рекомендованных цен. Они возросли примерно где-то на 20%. При этом цены для неавторизованных партнеров, они также повысились, но не столь существенно, а вот цены для неавторизованных партнеров остались на том же самом уровне, что и были. Это говорит ровно о том, что, наверное, Ялинг сделал правильную вещь, он увеличил глубину скидки для авторизованных партнеров. Сейчас она будет примерно, ну, там, 50%. Раньше была меньше. Все цены, которые на рисунке, они включают в себя годовой сервис, ну, то есть гарантию на один год. Ну, и тут многие спрашивали, а чего это все цены в долларах, а цена на Т49СЖ, телефон в рублях. Ну, такова ценовая политика Ялинга, он, вы, наверное, все знаете. Сейчас цены на телефон и фиксируем за рублях на, там, некий переведут. Поэтому мы вот, исходя из этого, публикуем так, как оно есть. Так, как оно есть уверенно. Начнем, наверное, сейчас пробежку по продуктам. Позволь, наверное, мне взять свою техническую часть. Да, выбирай. Хорошо. Начнем мы с более простых решений и будем продвигаться к более сложным, более комплексным. И первый продукт, о котором мы хотим поговорить, это Ялинг Ричи Мобайл. Самое главное, что здесь я хочу сказать, что он бесплатный, и это приятно, это качественный продукт, который позволяет удобно пользоваться видеосвязью, находясь в пути, находясь вне офиса. Веси Мобайл – это единое программное обеспечение, доступное как для Android, так и для iOS устройств. Универсальное, для любого размера экрана подходит, это одно приложение как для смартфона, так и для планшета. Умеет работать с видео в формате Full HD, как на прием, так и передачу. И умеет принимать HD-видео, и умеет принимать HD-контент 720p, при этом поддерживает как протокол SIP, так и H323, и имеет на борту встроенные механизмы для преодоления НАТО. Я думаю, это очевидно, все сотрудники, которые удаленно работают, они где-то из каких-то сетей доступа, дороги, кафе, поэтому преодоление НАТО – это самая важная проблема, которая должна быть решена. Вы решили добавить к этому слайду? Нет, добавить, собственно, нечего. Прекрасный продукт, но, к сожалению, он бесплатный, ну или к счастью. Про коммерции сказать нечего. Да, для нас, к сожалению. Ну, таков общий тренд, что планшета смартфона, сейчас никого не заставишь, собственно, платить за это деньги. Но, тем не менее, продукт весьма и весьма. Следующий продукт – это Ялинк Веси Десктоп. Это программное приложение для операционных систем семейства Windows, для Mac пока в процессе разработки. Инженеры Ялинк обещают под Mac выпустить версию данного продукта. Сейчас этот программный клиент очень просто устанавливается, обновляется он автоматически в режиме онлайн, покажет вам, что есть новая версия, и можно его активировать либо онлайн, либо офлайн. Стоит он недорого, я не вам уж показывал, ну, вполне разумные деньги. За эти деньги вы получите поддержку HD-видео, как на прием, так и передачу. И этот программный клиент уже умеет работать с контентом. Как принимать контент в Full HD, так и передавать контент. То есть вы сможете либо какое-то приложение на своем экране расшарить для других слушателей, либо, например, целиком весь рабочий сутал открыть для демонстрации тем, кто на второй стороне будет подслушать. Также по двум протоколам работает программное приложение S3.2.3 и SIP, и имеет встроенный механизм преодоления NAT. Ну, опять, все есть, но на этот раз все-таки за деньги, потому что это персональный компьютер. Далее перейдем уже к аппаратным устройствам. Телефон Yalink T49G, персональный терминал. Ну, он вам, в общем-то, всем известен, я на нем не хочу тратить много времени. Единственное, что хочу отметить, буквально самые свежие новости, появилось новое программное обеспечение, оно уже доступно на официальном сайте вендора. Это программное обеспечение позволило 42-му телефону работать на протоколе S3.2.3. И при этом телефон научился принимать контент в разрешении Full HD. То есть теперь разъем HDMI, который имеется у телефона, можно использовать с большой выгодой, подключив ЖК-панель, и выведя туда контент в большом размере, чтобы было хорошо видно, о чем идет речь в видеобеседе. И хочется поговорить немного о новинке, и я пока от технических особенностей остроюсь, и попрошу Леонида рассказать, все-таки он как первоисточник, он его видел вживую, какие-то свои впечатления. Да, я как тот человек, который видел тот самый 58-й, он был показан в Амстердаме на выставке Integrated System Europe, и в Америке сейчас одновременно, да и выставки были. Это хороший такой телефон с дизайном 49-го, чуть меньше экран, ну, тот самый долгожданный Android бюджетный, про который нас многие спрашивали в прошлом году, когда же, когда. Потому что 49-й, при всей его, ну, скажем так, совершенности в своем классе, он все-таки достаточно дорогой. Там порядка 800 долларов, он стоит 50 тысяч рублей. Это верхняя граница цены для, это верхний эшелон для видеотелефонов. В бюджетном классе у Ялинка не было предложений, сейчас вот появился 57-й. Это будет Android. Сразу нам сказали коллеги из Ялинка, что Angry Birds туда не поставишь, он все-таки будет администрироваться, не сможет сотрудник напихать туда, чего хочет, будет админский доступ, характеристики вы видите, за исключением того, что, ну, давай так, раз я видел, я расскажу. За исключением того, что у него чуть меньше экран, во всем остальном функционал почти такой же, как у Т49, за буквально редкими отличиями. он не будет поддерживать Wi-Fi, второй диапазон Wi-Fi пятерку только 2 ГГц, и не будет поддержки H323 только СИМ. Все остальное, в общем, такое же, как у Т49. То есть, игрушка классная. Ну, когда ждем первую поставку и какие цены, информация будет буквально днями и неделями. Но показ на выставке конкретного уже устройства, не просто слайда, говорит о том, что начался, или вот-вот стартанет масс-парадакшн. Ну, я бы хотел еще по технике сделать несколько акцентов. Аппаратная составляющая телефона проще, менее производительна в сравнении с 49-м. Соответственно, после телефона также есть камера сверху над экраном, которую можно снять, которая также по USB подключается. Но эта камера двухмегапиксельная отдает другим участникам видеоконференции картинку формата HD. Ну и на прием также телефон может работать с картинкой формата HD. Что касается приложений из Google Play, как нам объяснили инженеры из Ялинг, установка приложений будет доступна, но ее будет контролировать администратор при помощи функции AutoProvision. То есть логотипа PlayMarket в меню телефона юзер найти не сможет. И все процессы на установку дополнительного слоу будут идти именно через администратор. Тут поступил вопрос, так мы, наверное, сразу ответим. Телефон называется Т-58. Да, он изначально фигурировал тортотип как Т-57 В, но сейчас уже окончательно ему присвоено имя 58. Вот Сергей Полстопятов также вопрос поступил по поводу Wi-Fi на таких устройствах. Я, конечно, хочу сказать лирическое отступление, что если вы строите Wi-Fi для телефонии, но надо понимать, что зона покрытия должна быть хорошей, без пробелов в этих зонах. За этой информацией пожалуйста обращайтесь к записи нашего предыдущего вебинара, где рассказано про построение беспроводных сетей как раз на оборудовании TGNF. И для этих телефонов обязательно нужно организовать QoS, чтобы голос и видео были в приоритете у устройств, которые являются муштизатором в сети. Ну и конечно же понятно, что частота 2,4 ГГц зашумлена и все практически офисные устройства беспроводные будут излучать помехи. Надо подходить к вопросу ответственно. Это непростая задача. Ну, мы можем долго спорить про нужен ли Wi-Fi для телефонии или нет. Практика показывает что Wi-Fi нужен. Даже я думаю вы сами дома пользуетесь устройствами такими как смартфоны, телевизоры с функцией Smart TV. Далеко не у всех они подключены. Есть возможность подключить их проводом и на Wi-Fi есть много успешных реализаций бытовых передачи видео формата Full HD и работа нескольких устройств в одном помещении даже на частоте 2,4 ГГц. Это возможно. это не фантастика. еще раз скажу что надо ответственно подойти к настроению самой сети для Wi-Fi сети для таких задач. Это не фантастика это рабочая совершенно модель. младшая модель терминала для так называемой малой переговорной комнаты это Ялинг VC-110 мы называем его терминал All-in-One вы на картинке видите что сам терминал совмещен в одном корпусе с камерой в комплекте VC-110 идет беспроводной микрофон и пульт дистанционного управления но кроме этого все-таки есть еще в комплекте такое устройство как хаб куда подключаются все коммуникационные линии это питание интернет голос и передача контента то есть All-in-One корпус с камерой на самом деле находится где-то рядом с телевизором или над телевизором и к нему подходит всего лишь один провод который передает сигнал видео и контент в коммутирующий хаб это очень удобно потому что хаб можно разместить где-то в другом совершенно месте туда вывести все провода не тянуть провода на видное место которое должно быть красиво и опрятное этот терминал позволяет только совершать и принимать вызовы никакого МСУ в нем нет поддерживает два потока видео Full HD одно это видеоговорящих второе это контент может как принимать контент так и передавать используют два протокола нет его оптического зума но зато он может питаться по технологии ПВЕ что опять же уменьшает количество на этом я предлагаю перейти дальше потому что в общем-то вещь вам известна вот Леонид ты очень хотел вначале рассказать про схему и мы наконец-то до нее добрались да малая переговорная комната что это такое ну скажем так в нашем понимании это 3-5 участников один микрофон звук выводится скорее всего на ЖК-панели чтобы не городить какие-то дополнительные устройства вешается один или два небольших дисплея то есть это комната для таких совсем небольших оперативных совещаний как показывают там всякие анализы британских ученых и не только британских ученых около 90% таких переговорок в мире не оснащены видеоконференц-связи вот потенциальный скажем так рынок при этом надо понимать что комната достаточно компактна там нельзя туда ВКС закатить на тележке даже если есть мобильные комплексы в компании то все равно они там не могут быть использованы просто потому что место вот с помощью ВСИ-110 вполне себе можно такую переговорку остастить сколько это стоит мы чуть позже покажем наши готовые решения готовые комплекты поделимся листовками брошюрами которые мы приготовили с удовольствием послушаем вашу критику сейчас мы немножко чуть-чуть продолжим про ВСИ-120 и большие и средние переговорные комнаты потом переключимся на листовку ну чтобы не прерывать презентацию Дмитрий ВСИ-120 отличие тем что у него кодек отделен от камеры и в состав этого комплекта скажем так в типовые конфигурации которые мы предлагаем на сайте может входить разный набор аудиооснащения сам кодек имеет возможность организовать встроенный МСУ можно приобрести кодек который будет работать в режиме точка-точка можно будет активировать в нем лицензию которая позволит либо 4 участников в режиме Full HD организовать ВКС либо собрать до 8 участников в режиме HD и здесь получается что все провода коммутируются к самому кодеку он может также прятаться где-то в тумбе в переговорной комнате или убираться в серверную в месте куда люди смотрят там где они участвуют в конференции будет находиться только камера и никаких лишних проводов надо сказать что этот кодек WC120 может быть оснащен различными моделями камеры об этом Леонид еще расскажет но основное что здесь хотелось бы сказать это также поддержка двух протоколов и интеграция системами IMX и Христрон это уже устройство как вы понимаете модульное я уже говорил о разных компонентах при этом устройство для больших и средних переговорных комнат и когда за них заходит речь то здесь уже у заказчика появляется ряд требований каждый раз это какой-то индивидуальный проект требуется какая-то кастомизация нет не очень часто встречается типовое решение поэтому вы можете видеть разные карточки товара у нас на сайте одна из них это WC120 с проводными подробностями если говорить о встроенном МСУ кодек то он работает в режиме 8 плюс 1 плюс 1 это 8 видео участников плюс один контент плюс один аудио участник используется асимметричное кодирование кодек отдает всем участникам HD изображение 720 на прием от 8 участников он получает W448B как вы видите мозаику сейчас на презентационном слайде именно в таком режиме все 8 участников оказываются на одном экране и разрешение W448B плюс один в большом разрешении оно как раз дает Full HD занимающая всю поверхность экрана при этом все участники получают контент в формате лысь ну и вот собственно сейчас подойдем к готовым решениям средняя переговорная комната до справки это 10-12 участников камера со стандартом углом обзора которая захватывает всю или почти всю вот эту вот группу группу участников дисплеев как правило 2 висит в такой переговорной комнате ну потому что размеры уже позволяют и спикеров ну как минимум 2 на столе потому что стол большой и одним устройством достаточно тяжело накрыть зону гарантированного приема следующий слайд ну и большая переговорная комната это уже больше 14 человек камер там точно ну не одна две как минимум либо одна камера которая отрабатывает пресеты потому что стандартная камера не сможет захватить всех участников стоит уже конференц система качества звукового оборудования дисплея висят либо один очень большой там 80 дюймов и больше либо два точно там 55 дюймов не меньше могут быть дублирующие экраны большая переговорная комната скорее всего в большинстве случаев скажем так это сложная такая интеграционная задача где нету типового решения сколько компаний сколько заказчиков столько и наверное вариантов исчисленных количеств поэтому сейчас покажем наши заготовки чтобы жизнь была легче потому что для многих компаний на вас вопрос с чем идти какие первые слова сказать заказчику чтобы повернулся в вашу сторону они достаточно актуальны заказчик как правило говорит да мне ничего не надо у меня все есть я ничего не хочу у меня все устраивает у меня есть поставщики у меня есть решение ну на поверху оказывается что это не так если поставщик есть то он берет дорого вот пример может увеличим да или нормальный минус каждый слушатель может воспользоваться слева от этой картинки которую видите есть ползунок плюсит минус приблизить уменьшить чтобы было лучше видно если мелковато сейчас немножко уменьшим первая страничка ну так первая страничка это рисунок где визуально понятно о чем и общее описание вообще вообще описание вторая страничка документа это собственно чуть более детально рассказывается про решаемые задачи про преимущество внедрения такого готового решения видеоконференцсвязи кратко описывается состав решения и базовые параметры самого решения цена целевая задача которая решается и время на развертывание ну и третья страница она скорее справочная здесь просто даташит значит обращаю внимание что там приведены рублевые цены зафиксированные это цены на весь комплект но при этом они не включают в себя стоимость доставки установки ну понятно одно дело в Москве другое дело куда-нибудь на Камчатку чтобы чей-то инженер вылетел в установке комплекс соответственно тут разные расходы по стоимости они как правило считаются индивидуальны но цена она готова решение вот мы предлагаем зафиксировать определить сумму в рублях и с этим уже идти к закачке потому что хоть товары у нас все и долларовые но закачки наши мысль рублевыми категориями соответственно если говорить про цены то малая переговорная комната пойдется у нас затрон меньше 300 тысяч рублей а средняя переговорная комната решение для средней переговорной комнаты чуть больше полумиллиона рублевых ну что с типовыми решениями разобрались листовки скачайте если у кого-то будут замечания мы с радостью их воспримим пока мы их не запустили широкое распространение это планируется сделать в конце этого месяца в начале следующего буквально сколько-то дней недели у нас есть на коррекцию на замечание так вопросы может быть какие-нибудь ответим есть вопрос от Сергея Толстопятова при использовании двух микрофонов и наличии спикера в зоне работы двух приемников эхо дублеж голоса будет на каком уровне это регулируется если мы говорим о микрофоне мы просто еще не начали не дошли точнее до аксессуаров E-Link если вы идете об акустических системах E-Link то они умеют подавлять эхо они понимают что воспроизводимый звук который попадает на микрофон тоже в канал пускать не надо они все это прекрасно отсекают там в каждом из микрофонов будь то проводной или беспроводной есть встроенный программа аппаратный комплекс который за счет опыта реализации телефонов имеет внутренний алгоритм обработки голоса его улучшения с этим проблем нет если вы используете третьего микрофона соответственно там надо этим вопросом как-то озаботиться мы сейчас вещаем из аудитории где на столе находятся три микрофона есть ли эхо какое-то есть ли шумы пока никто не жаловался пока такого эффекта не наблюдалось но это все три микрофона ялинг собственно это одна система развернула есть еще один вопрос от Игоря Каметова я хочу просто парасов сказать возможно ли интеграция системы ВКС СТС для того чтобы принять участие по классическому телефону я хочу сказать что в кодеку в кодеках ВКС такая возможность есть они все поддерживают СИП и все поддерживают голосовых участников возможность заложен по интеграции СТС дождитесь окончания вебинара мы сами слайды приготовим вот сейчас мне кажется пора уже поступить вопрос потери пора уже переходить к процессуару да пора к интеграции перед вами на слайде камеры их два вида это ВСИ-Си-20 и ВСИ-Си-18 камеры совместимы с кодеками ВСИ-400 и ВСИ-120 у камеры которые слева ВСИ-Си-20 12-кратный оптический зум и угол обзора по горизонтали 70 градусов у камеры ВСИ-Си-18 18-кратный оптический зум и меньший угол обзора он составляет 55 градусов но это физические законы оптики которые никак нельзя обойти надо сказать что для большой переговорной комнаты или средней переговорной комнаты можно использовать камеру ВСИ-Си-20 но если у заказчика идет речь о каком-то актовом зале ДК или съемки презилиума большой аудитории в большом помещении то тут уже без 18-кратного зума никак не обойтись надо понимать что разные задачи решают оба и две камеры есть из аксессуаров Ялинк одна ВСИ-Си-20 с 12-кратным оптическим зумом вторая ВСИ-Си-18 с 18-кратным оптическим зумом и камера отличаются по углу обзора соответственно чем меньше зум тем больше угла обзора чем больше зум тем меньше угла обзора это законы физики которые никак не обойти но надо понимать что камеры охватывают разные задачи камера с меньшим зумом может использоваться для средней переговорной комнаты а камера с большим зумом для большой переговорной комнаты или какого-то большого зала актового зала где нужно снимать резидиум сцену какие-то объекты довольно удаленные есть возможность к кодеку Ялинк ВСИ-120 выключить разные аудиоаксессуары первое это конференция телефон ВСИ-41 его особенность заключается в том что он захватывает звук в радиусе 360 градусов и 3 метров при этом у него есть свой встроенный спикер через который выводится звук и он довольно громкий будет для средней переговорной комнаты ему вполне достаточно особенностью конференции телефона ВСИ-41 является разъем 3,5 миллиметра джек куда можно подключить например абонента которому вы звоните с мобильного набираете нужный номер и свой мобильный телефон через 3,5 миллиметровый разъем включаете конференцию и хотя бы в режиме голоса человек участвует в видеоконференции второй аксессуар это беспроводной мигпоз DCM-60 он работает по технологии ДЕКТ у него только встроенный микрофон всенаправленный в радиусе двух метров он захватывает звук есть приемная часть это USB донгл который подключается к кодеку ЯЛИ и соответственно при использовании беспроводного микрофона надо понимать что акустическая система должна быть в переговорной комнате продумана либо это будут использоваться динамики ЖК-панелей либо какая-то дополнительная акустика должна существовать технология ДЕКТ довольно долго позволяет микрофону работать как в режиме ожидания так и в режиме разговора и третий аксессуар это проводной микпот VCM-30 его характеристики аналогичны беспроводному разница лишь только в том что он подключается к кодеку это очень пробован хочу сказать что в прайсе который будет прислана партнерски там появятся цены на все аксессуары на камеры на аудио аксессуары на другие вещи про которые мы сейчас проговорим но на нашем общем сайте наверное мы не все аксессуары будем выкладывать для чего эти цены для того чтобы когда например используется двухкамерное решение было понятно как его считать чтобы не спрашивать нас не переспрашивать каждый раз а проводить бюджетную оценку ну скажем так самостоятельно но выкладывать широкий доступ цены на аксессуары скорее всего мы не будем карточки заводить поэтому сейчас слайды будут с ценами иметь в виду это будет отражение того самого подхода чтобы понимали ну скажем так масштабный бест сколько стоит то или иное устройство собственно все спасибо из аксессуаров надо еще сказать несколько слов о кабелях вы знаете что кодек и камера с этими между собой кабель стандартной комплектации он имеет длину 3 метра если вы кодек выносите куда-то в серверную или приговорно устроена так что кодек и камера будут от друга довольно далеко то можно заказать кабель 10 метровый это как опция но если этого недостаточно то мы как раз сейчас дали прошу тебя дотянуться показать ну а мы с собой убрали наш рояль вначале из удлинитель интерфейса называется он Ялинк VCA 70 он состоит из двух частей это приемник и передатчик как вы видите на схеме приемная часть подключается к кодеку передатчик подключается к камере и с помощью вот этого устройства можно по стандартному кабелю RJ45 6 категории до 70 метров удлинить расстояние между кодеком и камерой на концах просто коротенький DVI разъем для подключения камеры а между приемником передатчиком RJ45 и следующий аксессуар это двухкамерное решение это на те случаи когда в большой переговорной нужно несколько камер чтобы показать всех участников или например в большом зале требуется такое решение тут два DVI входа и один DVI выход в этом хабе есть поддержка 20 пресетов то есть каждая из камер будет память для пресетов каждая из камер этот хаб работает с кодеками DC400 и DC120 можно также его совместить с предыдущим аксессуаром который вы только что показали для того чтобы удлинить расстояние до камеры ну а камеры к сожалению только единственные модели можно подключить та которая представлена сейчас на экране это VCC20 только ее можно задублировать для кодека буквально два слова скажу по поводу цен и доступности вы видите живые экземпляры у нас в руках тестовые образцы они работают мы протестировали заказали это оборудование на склад оно будет поддерживаться в минимальных количествах на складе ближайшая поставка мы ожидаем в марте это можно уже сейчас закладывать в проекты те которые есть сейчас в работе не дожидаясь там когда-то срок поставки будет такой же достаточно короткий то есть в течение месяца полутора если этого нет на складе мы это сможем привести приемник и передатчик требуют для питания поля вопрос от Игоря Казметова по и не требуют на приемнике и передатчике никаких разъемов кроме озвученных DVI и Ethernet никакого питания дополнительного не требуется все по DVI получает он питание необходимое да чудеса техники согласен как вы видите сейчас на слайде схематично с помощью хаба подключаются кодеку две камеры то есть для кодека это один входящий сигнал если кодек уже у вас установлен и вы со временем поняли что нужна вторая камера то достаточно будет обновить ПО на вашем кодеке чтобы с помощью пульта управления появилась возможность выбирать картинку с первой камеры вы хотите показывать или со второй для этого на пульте есть специально отведенная кнопка ничего сложного но если двух камер мало нужно подключить три и более то тогда снаряжение снаряжен в кодекеолинк такой возможностью как API это API выполняется с помощью двух протоколов либо RS-232 либо TCP-ARP давайте я поясню схему три камеры располагаются в вашем помещении в зависимости от потребностей все они три имеют HDMI разъем с помощью HDMI кабеля камеры подключаются к видеоматрицу где изображение приводится к единому знаменателю размеру разрешению ну каким-то техническим указателем из этой матрицы одним кабелем HDMI один видеосигнал подается на кодеку при этом при всем в сети должна существовать система контроля скажем так это сейчас совместимые системы либо Crestron либо IMX в данном случае вы кодеком не сможете управлять с помощью пульта ДУ потому что приемник находится в камере с третьими производителями третьей стороной с другими производителями наш пульт несовместим поэтому будет использована тач-панель либо стационарная либо переносная это планшет грубо говоря на котором будут выведены кнопки управления управления камерой кнопки вызова работа записной книгой ну то есть все то что есть сейчас на пульте у Яли и команды с этой панели управления будут уходить на систему управления на Crestron или IMX и уже с этой системы сигналы будут идти как в сторону камеры если вы хотите работать с ПТЗ или Зумом так и команды будут идти в сторону кодека если вы совершаете вызов работаете с записной книгой организуете видеоконференцию Леонидов есть замечания предложения замечания предложения как таковых нет есть просто несколько дополнительных комментариев вопрос который задает Сергей Толстопяток насколько камера чувствительна к длине и снимая кабеля какие тут рекомендации максимальная длина это вопрос скорее к производителям камер потому что показывая данный слайд мы говорим о том что наша КС-система может быть интегрирована в такие комплексные проекты это скорее декларация совместимости совместимости по возможности управления по РС-232 или по TCP-IP к рестеронам IMX какой там будет выбор матричный коммутатор какие вы туда камеры будете закладывать в проект это предмет отдельного разговора Ялинк не делает пока HDMI камеры и не делает матричный коммутатор если есть конкретный проект опять же приходите будем обсуждать но говорить вот сейчас рассуждать на тему что такое HDMI стандарт какие там кабели бывают и какой длины они могут быть но это немножко не наши поляна если для вас этот вопрос крайне актуален что мы будем сходить там где мы были это не реклама мы с Митрием сходили поучились на курс компании Крамер ребята знают очень много если не все про коммутацию там все четко достаточно за день вас будет выстроена полная картина как то есть вопрос библиотека управления ялинк в кристойной mx есть или пишем команды ручками по 1 есть библиотека ялинк представляет набор команд ялинк предоставляет базовый макет приложения которое будет отгружено на сенсорной панели управления вам останется только кнопком назначить команду шаблон есть но и работа все равно какая-то должна быть сделана на стороне интегратора здесь все вот так к сожалению не заводится в таких сложных схемах требуется основательная работа программирование максов коррестрон это такое еще одна сложная задача которая соответствующим образом обычно оплачивается заказчику потому что вот эти собранные кнопки по индивидуальному сценарию это не типовое решение индивидуально кастомизировано под заказчик решение и за это платят вроде больше вопросов я думаю что наши компетентные слушатели нас тобой есть пример многокамерного решения здесь на фотографии второй камеры не видно она находится в стороне не попала в кадр это хирургический кабинет где на переносной передвижной стойке внизу в коммунационном ящике стоит матрица изображение камеры которая защищена корпусе сверху падает на матрицу с этой матрицы она уже распределяется в кодек ну а дальше соответственно от кодека идет сигнал на ЖК-панель и организуется передвижной медицинский терминал для операционных это реальный проект он сейчас заканчивается его установка в одном из военных госпиталей в Москве наш партнер собрал комплексы собрал тележку это Ялинк как видно из экрана модель ВСИ-120 кому интересны подробности у кого есть похожие проекты обращайтесь поможем фактически с готовым решением теперь пора про интеграцию поговорить проекты не типовые пошли соответственно есть уже какие-то решения только если очень градко потому что времени мало а мы еще вишенку на торте Игорем мы обещали он надо выполнять до самого вкусного почти уже дошли по интеграции наверное вся информация от тебя должна идти первоисточник всех реализованных проектов основы для нашей интеграции для всех проектов где мы участвовали это действительно широкая совместимость наших терминалов вообще со всем что присутствует сейчас на рынке и поликом и ловсайз и циско не испытывают никаких проблем общаясь с нашим оборудованием по стандартным протоколам H323 SIP все функции все функции все кодеки все разрешения они поддерживаются та же самая картина с MCU как софтвердными так и аппаратными ну что сказать мы совместим и мы работаем я бы тогда хотел добавить свои 5 копеек технически что касается базовых возможностей то все заявленные здесь вендоры действительно совместимы и отлично работают с кодеками и терминалами Ялинк но что касается проектов о которых мы сейчас говорили для больших средних приговорных комнат с интеграцией и прочей доработкой здесь всегда у заказчика есть какие-то особые требования и надо сказать что Ялинк открыт чтобы их выслушать и открыт к доработке есть опыт реализации различных задач но тут надо понимать что на это у нас все требуется время Ялинк довольно оперативно но тем не менее надо работать и понимать что это будет не завтра не вчера тем более а какой-то временной интервал закладывать на доработку специфических запросов которые поступают что касается интеграции средства которые уже упоминали в чате наших слушателей да эта тема очень актуальна мы все больше и больше вопросов получаем люди хотят использовать ВКС как телефонный аппарат не хотят никаких отдельных сетей для видеосвязи не хотят связи по IP-адресам проброса через между сетями хотят просто набрать трех четырехзначный номер и соединиться с тем или иным абонентом понятно что АТС в данном случае будет коммутировать на себе различные линии связи как IP так и городские сотовые линии связи в КТС конечно же будут подключены телефоны в офисе у кого-то эти телефоны будут стоять голосовые у кого-то с возможностью видеосвязи все компоненты системы КС Ялинк поддерживают протокол СИП поэтому могут быть зарегистрированы на АТС в этом протокол получить короткий номер на данный момент Ялинк тесно интегрирован со станциями Естар есть опыт интеграции со станциями компании Агат то есть ВКС получает от этих станций короткий номер и позвонив на короткий номер вы просто попадаете в конференцию уже кодек видеоконференц системы собирает таких компонентов в кучку и отдает им какую-то мозаику 4-5-6 участников в зависимости от мощности кодека ну и есть примеры когда система видеонаблюдения камеры поддерживающие СИП в нашем модельном видеокамера Bileside также по короткому номеру попадают в ВКС У меня на этом все Данил Приходим к вешенке Да Приходим к вешенке Намекали намекали по поводу того что пока мы вынуждены использовать какую-то платформу не ранковскую в данном случае используем Mind всего определенных причин но ничто не вечно под луною В 2017 году в текущем году нас ожидает следующий продукт появление следующих продуктов лет назад Во-первых появятся новые терминалы про это можно уже сейчас сказать даже известное название моделей и характеристики некоторых из них и появляется митинг сервер как только мы поймем что эта платформа работает протестируем ее мы сразу же перейдем естественно на Ялинковскую платформу зачем нам пользоваться решением третьих и так чуть-чуть про терминалы и откроем завесу тайны появится три терминала виси 800 виси 500 и виси 200 сверху примерные сроки выхода видно что виси 800 же стучится в двери второй квартал у нас через через 6 недель наступит уже в середине февраля находимся что это такое это в общем-то бомба и самое главное это то что у этого терминала будет встроенный MCU с возможностью собирать до 25 участников конференции при этом конференция может быть поделена на две виртуальные комнаты то есть в одной там комнате может собрать 10 а в другой одновременно с этим могут собраться там скажем 15 участников протокол будет поддерживать 265 извините кодек терминал виси 800 будет поддерживать 265 протокол и соответственно кодек 265 кодек и соответственно разрешение 1080 с частотой кадров 60 что еще телефон телефон сенсорным экраном ну так как как это сейчас при два выносных микрофона беспроводных цен мы пока не знаем но я линк обещал не сильно удаляться по розничной цене от 10 тысяч долларов я бы хотел добавить что очень очень крутая на мой взгляд фишка это добавление порта мини-дп у нас пользователи мак очень страдают передачей контента потому что что HDMI что VGA тем более им конечно не подходит здесь на кодеке будет реализован 107 вход и вход мини-дп любой современный пользователь может быть соединение кабельное подключение VC800 также будет продумано провода будут все коммутироваться на один хаб и дальше от этого хаба стандартным RG45 будет идти сигнал на собственно сам кодек и на камеру при этом поскольку RG45 то соответственно длина удаления кодека от этого хаба мутационного будет ограничена только длиной самого стандарта до 100 метров 70 в реале можно удалить кодек без использования дополнительных удлинителей как ожидалось посыпались вопросы в чате например Артем Сорока спрашивает будут ли раскладки динамические большое количество участников и активация по голосу да и Alink обещает что функция активация по голосу будет соответственно раскладки будут динамические еще спрашивают встроенный MCU на 25 абонентов Full HD 60 лик кадров вендор заявляет что будет Full HD но по поводу 60 кадров информации нет пока ответа к сожалению нет да коллеги пока мы вот видим ровно ту спецификацию которую мы вам показали как только получим образец для тестирования сразу же с этим поделимся и по поводу расклада динамических и по поводу разрешения эти вопросы для вас осветим пока мы вам показываем только то что скажем сами знаем ничего ничего не прячем будет работать отлично так следующий кодек это VC500 для маленьких и средних переговорных комнат при бюджете опять же достаточно небольшом обещают в районе 3-4 тысяч долларов до 5 его цену будет камера с пятикратным оптическим зумом нашего сейчас 110-го четырехкратный но цифровой зум здесь будет оптика пятикратная что еще что еще здесь сказать ну он достаточно полноценный кодек он поддерживает также два экрана поддерживает передачу контента и видео одновременно будет поддерживать 265-й кодек появится он в третьем квартале 500-й кодек срок выхода его понятен это третий квартал как только появятся цены появится прототип которым мы сможем показать живую мы соответственно с радостью этой новости поделимся виси 200-й это кодек для совсем компактных переговорок тут интересно самым интересным фактором будет цена какая давайте дождемся потому что сейчас мы не знаем ни картинки не знаем ни внешнего вида ни цены но я думаю что цена будет где-то не сильно отличаться от 1000 долларов для того чтобы выйти на рынок массовых применений там где сейчас используются тонкие клиенты сделанные на основе неттопа и управляемой камеры это совсем бюджет это совсем шаг к массовому рынку ждем цены по 800-му ждем сам прототип ну и что и самое последнее слайд это тот самый сервер который мы тоже ждем с нетерпением чтобы его потестировать посмотреть выход первого блока это 6 модулей которые включают в себя собственно самым силу сервер регистрации сервер преодоления над и сервер хранения контактов ну управление конференциями и управление управление устройством до настройки устройств участников конференции вот это мы ждем в следующем квартале к концу года ялинк выпустят остальные модули которые будут включать в себя скайпу бизнес один из самых популярных вопросов интеграция вот скайпом который стоит сейчас во многих компаниях ну и что веб-ртси удобная классная штука запись стриминг ну да то что самое такое воспользуемое запись стриминг и обртиси вот это наверное все что мы хотели сегодня вам сказать прибудет с нами сила если есть какие-то вопросы давайте давайте пожалуйста мы с удовольствием попробуем поотвечать Игорь Кальметов нас повторно спрашивает мы видели ваш вопрос Игорь про одновременно вместе со ссылкой присылать телефонный номер у нас не подключена возможность сейчас в режиме только телефонного звонка подключиться к нашему вебинару вы можете к нашему вебинару подключиться сейчас по СИП по H2.3 или по веб-ртси мы можем прислать вам вместе со ссылкой СИП УРИ и вы можете на нашем бесплатном на бесплатном клиенте Ялинк на мобильном устройстве включиться к вебинару но телефон в телефонов режиме нет Дмитрий спрашивает сервер софтовый на каких условиях будет продаваться выкуп только в облаке или в локалке тоже коллеги пока прайс не знаем скорее всего для России будет не облачная модель мы очень много раз пытались то Ялинка донести если он свой облачный сервер не поставит здесь в России то будут будет целый ряд проблем с организациями которые не готовы отдавать свои данные куда-то в какой-нибудь немецкий дортку где у них планироваться локализация ближайшего сервера в области поэтому модель продаж будет скорее всего выкуп но что будет в реале будем посмотреть вопрос был только в облаке или в локалке тоже то есть выкуп для локалки для того чтобы поставить его на какую-то аппаратную платформу либо поставить на какую-то виртуальную машину мы вроде бы следили за всеми вопросами там что-то про локал кажется ни про кого не забыли там был вопрос про то что в этой картинке не совсем понятно нет ну это просто абстракция передняя лапа она не намного больше это какой визуальный эффект получился этот телефон он размером примерно такой же как сейчас висепи 41 вот наш конференц телефон только немножко чуть-чуть другие формы у него вот эта вот панель как ее назвать правильно морда не морда панель управления панель управления да спасибо она такая более вытянутая потому что экран больше экран будет 5,7 дюйма что-то еще какой-то дополнительной информации нет пока пока есть только то что на слайде так что наберите терпения и ожидайте я думаю что время работы беспроводных микрофонов мы можем только сказать про ВИСМ-60 существующий микрофон какое время работы у него есть какое будет у тех что представлены ВИСМ-800 пока сказать не можем но вот ВИСМ-60 для справки 72 часа насколько я помню в режиме разговора непрерывного и 35 суток в режиме ожидания больше месяца при этом опять же типовой вопрос если вдруг батарейка кончилась я его поставил на зарядку можно ли им пользоваться да ответ да можно но еще раз говорю это речь идет о существующем ВИСМ-60 что будет с этим микрофончиком давайте дождемся и тогда будем задавать конкретный вопрос еще я хотел добавить раз беспроводный микрофон заговорили беспроводной микрофон сейчас существующий ВИСМ-60 одновременно не может работать с конференц-телефоном их можно подключить к одному кодеку они используют разные разъемы но одновременно работа не подразумевается придется выбирать между ними здесь дополнительные микрофоны они являются расширителями вот этому новому конференц-телефону если говорить про ВИСМ-800 сколько их можно там будет повесить мы пока не знаем но базовые поставки говорят что будет два может быть это максимальное количество может быть нет ну что ж мне кажется пора заканчивать уже целый час с вами надеюсь не сильно вас утомили старались все преподать в лучшем виде спасибо за внимание спасибо если вдруг заходите смотрите повтор может быть освежите информацию если есть какие-то пожелания еще одного вебинара по тематике ВКС есть какие-то конкретные вопросы мы с удовольствием их выслушаем ну и постараемся ответить вот как мы не забыли вопрос Игоря специально подготовили для него несколько слайдов то же самое может быть специально сделано для вас так что пишите координаты у вас все есть спасибо до новых встреч